Малоизвестные константинопольские подвиги знаменитого полководца Михаила Илларионовича Кутузова был один из самых прославленных русских полководцев. Благодаря грамотной разведке, возглавляемой Кутузовым, война России против Турции имела огромный успех. Однако во время этой военной кампании великий полководец был ранен и потерял глаз. По личному распоряжению императрицы Екатерины II Кутузова отправили на лечение и реабилитацию за счет государственной казны. После его выздоровления Кутузов был направлен в подчинение Александру Васильевичу Суворову. Суворов как раз был занят попыткой найти дипломатическое решение проблемы присоединения Крымского полуострова к территории России. Но саму дипломатию Суворов считал наискучнейшим занятием, поэтому после прибытия ему в помощь Кутузова представил тому все полномочия для ведения деловых переговоров. Мало кто знает, что помимо военной деятельности Кутузов обладал редким даром дипломата. Вот так 26 сентября 1793 года Михаил Иларионович оказался в Стамбуле, который русские продолжали величать Константинополем. Кутузов понимал, чтобы его миссия имела успех, ему было необходимо многому научиться. Ради этого посол выучил турецкий язык и местные обычаи. Мусульмане очень ценили образованных людей. Недаром в Османской империи особое внимание уделяли образованию наложниц и слуг, которые были особо приближены к династической семье. Так что старания Кутузова были по достоинству оценены турками. К тому же свое прибытие полководец обставил с осей доступной помпой и торжественностью. Его посольство добиралось до Стамбула весьма неспешно. Официальной причиной такой неторопливости выступали старые боевые раны Кутузова, которые якобы не позволяли ему двигаться более поспешно. Но в действительности, как и подобает великому полководцу и непревзойденному аналитику, Михаил Иларионович воспользовался своим неспешным путешествием к столице империи, чтобы досконально изучить местные реалии, увидеть воочию настроение коренных жителей. Им было подсчитано количество обороноспособных крепостей и наличие вооружения османских войск. Также он запомнил весь пройденный маршрут и проанализировал его, смог понять наилучшие места стоянок для войск в случае вооруженного конфликта. Вся его свита была также очень грамотно подобрана. Поскольку императрица Екатерина II дала полководцу полный карт-бланш на все действия и всего лишь поставила цели, не уточняя методы их достижения, Кутузов ответственно подошел к набору людей в своем сопровождении для посольства к туркам. В состав делегации вошли только самые доверенные люди, отобранные лично Кутузовым. Всего посольства насчитывало 650 человек. Такое количество было выбрано не зря. Русская императрица желала поразить турецкого султана Селима III подобным размахом и роскошью. Ведь содержать 650 человек было очень дорого. Кутузов также преследовал свои цели. Среди такого большого количества сопровождающих было довольно легко спрятать нужных людей, которые в дальнейшем смогут передавать жизненно важную информацию о состоянии Османского государства. К тому же перед всей важной миссией Кутузов вел переписку со многими людьми, собирая информацию о привычках султана и его приближенных. Поэтому все его дары были подобраны с учетом вкуса и особенностей каждого индивидуума. Прибыв на конец Стамбул, Кутузов был встречен с почетом и подобающей пышностью. Турки очень уважали храброго воина и постарались это выразить, организовав шикарный прием. Для полководца были приготовлены богатые подарки. В дар ему преподнесли 9 отрезов красивейших тканей, прекрасную кофейную чашку с алмазами и украшенную драгоценностями табакерку. Знак особого уважения султан поселил русского посла в шикарном дворце, и закон которого открывался вид на пролив Босфорд и бухту Золотой Рог. Несмотря на оказанный прием и богатые подарки, Кутузов прекрасно видел, что в Османской империи настали трудные времена. Традиции, введенные во время правления женского султаната, решать все вопросы с помощью взяток, стали причиной упадка Великой империи. Правители тоже были уже не те, что раньше. Еще при султане Сулеймане Великолепном, при одном его имени, дрожали все западные державы, а вот после него начался упадок и раскол державы. На трон возводились правители, которые не были способны к управлению такой империей. Традиция престанонаследия претерпела изменения, и теперь новый султан не убивал своих братьев, а только лишал их свободы. Проводя многие годы в своих золотых клетках, часто шизады сходили с ума, и когда султан внезапно умирал, нового правителя выбирали из тех, кто долгие годы в заперти ожидал прихода палачей. Таких принцев не готовили к управлению Османской империей, поэтому, оказавшись на свободе, зачастую они с головой окунались во всевозможные развлечения, и вся власть доставалась женам, матерям и главным евнухам султана. А они все вопросы решали с помощью коррупции и взяток. Кутузов был готов к этому, поэтому для подкупа нужных людей привез с собой немало подарков и денег. Его миссия была непроста. Главной задачей было сохранить мир между двумя державами и наладить новые торговые отношения. Но никто из европейских королей и аристократов не хотел усиления России. А сама Османская империя уже не взывала такого ужаса и трепета, которым славилась в былые годы. Поэтому союз России для Турции тоже был выгоден. Вот только французы и англичане были против заключения этого союза. Австрия тоже не была в восторге от намечающейся перспективы. И вот 1 ноября русский посол удостоился аудиенции у султана Селима III. В отличие от своих предшественников, Селим III находился в здравом уме и пытался наладить взаимоотношения с другими государствами. Дары Кутузова пришлись ему по душе. Также полководец одарил подарками и многих приближенных султана, надеясь установить хорошие отношения. Но не все из них были настроены благожелательно к русскому посольству. Когда поднялся вопрос о возможности пропустить через пролив Босфор русский флот, вице-адмирал заявил, что это деяние средне тому, чтобы позволить русским войти в султанский гарем. Это было немыслимо в их представлении. Мусульмане очень ревностно оберегали своих женщин и тайну гарема. Ни один мужчина, кроме султана, не имел права входить туда. Узнав об этом высказывании, Михаил Иларионович решил воплотить его в реальность. Михаил Иларионович решил воплотить его в реальность. Поскольку мирные переговоры зашли в тупик, Кутузов своим нестандартным поступком планировал постигнуть турков, принять нужное ему решение. Дав огромную взятку главному евнуху султанского гарема, Кутузов проник, святая святых, в сад при султанском гареме. В то время там прогуливались три женщины. Как и многие до них, они были бывшими христианками, взятыми когда-то в плен и затем принявшие ислам. Одной из женщин была Валиде Султан, мать султана Селима III. Звали ее Михри Шах. Ее родиной была Грузия. Она была прекрасно образована, и ее характер не удалось сломить евнухам, когда она только попала в Сираль. Даже больше, благодаря ее независимому нраву, Михри Шах смогла стать любимой женой султана Мустафы III, и ее сын после смерти отца взошел на трон. Второй женщиной была француженка, и ей удалось после смерти предыдущего султана и ее мужа остаться в гареме. Советами этой женщины пользовались и предыдущие, и нынешние султаны. Третьей женщиной была дочь Михри Шах, Хадиджа. Все трое обладали огромным влиянием на султана, поэтому Кутузов и рискнул своей жизнью, чтобы пробраться тайком в гарем и поговорить приватно с этими женщинами. Его попытка увенчалась успехом. Женщины были настроены благожелательно и с удовольствием приняли его дары. Как уже говорилось, подарки Кутузов выбирал, основываясь на предпочтениях каждого человека, кому дары и предназначались. Говорил он почтительно и складно, обсудив с самыми влиятельными в империи женщинами все интересовавшие его вопросы. После этой встречи успех русского посольства был обеспечен. Хотя когда султану донесли, что в его гареме побывал посторонний мужчина, гнев его был страшен. Призвав к ответу главного евнуха, почему он допустил такое нарушение древних османских традиций, в ответ правитель услышал шокирующий его ответ. Главный евнух не придумал ничего лучше, как объявить великого полководца Михаила Иларионовича Кутузова главным евнухом самой императрицы Екатерины Великой. Конечно, султан Селим III сделал вид, что поверил в это, чтобы не уронить себя в глазах своих подданных. Русское посольство отбыло в Освояси в марте 1794 года, с успехом завершив свою миссию. В качестве дара русской императрицы султан послал богато украшенный драгоценностями набор для верховной езды. Вот так великий полководец сумел добиться выполнения своей миссии, не побоявшись гнева турецкого султана за тайное проникновение в Сираль Повелителя.